Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, это канал Nancy Craft, и сегодняшнее видео будет про мой опыт посылки, заказа посылки с Taobao. Это такой китайский сайт. Я расскажу, как я вообще делала этот заказ, сколько стоила каждая позиция, причем я сразу буду учитывать стоимость доставки. Так будет намного честнее эта стоимость, потому что какая разница, там это может быть стоило 2 юаня, а потом, когда тебе это привезли, у тебя это уже стоит 10 юаней. Самая честная стоимость, это полная стоимость товара с учетом всех комиссий и транспортировки до Москвы. Итак, что же такое сайт Taobao? Это такая внутренняя китайская площадка, которая доставляет заказы именно для китайцев, то есть это все происходит внутри их рынка. И этот сайт, он не нацелен на то, чтобы там доставлять страны СНГ, не для того, чтобы российские покупатели там что-то выбирали, поэтому доставки в Россию нет. А если взять пример Алиэкспресса, да, эта площадка действительно, она как бы китайская, но она нацелена на как раз рынок российский. То есть даже сейчас, если вы заметили, Алиэкспресс поменял свое приложение. Теперь это не просто алиэкспресс.ком, теперь это алиэкспресс.ру. Площадка, она полностью нацелена на российский рынок и специально для России сделано тоже отдельное приложение. И, кстати, теперь у меня вот возникает проблема с Алиэкспрессом за счет того, что я не могу зайти туда с помощью Фейсбука. Потому что, как известно, Фейсбук, Инстаграм, вот это все, короче, теперь это площадки, ну, короче, нелегальные, да, незаконные. Для входа убрали Фейсбук, и теперь у меня с этим проблема. В общем, я теперь разбираюсь службой поддержки, чтобы мне зайти в свой профиль Алиэкспресс. Потому что где-то там мои посылки где-то там застряли, вот. Но вы знаете, я люблю заказывать на Алиэкспресс. Я поинтересовалась, как вообще делать заказ в Китае для себя, то есть, чтобы заказать одежду. Я решила воспользоваться своими знаниями и сделать заказ через площадку Таобао. Есть еще и другие площадки, это 1688, насколько я знаю. И вот Таобао, это не оптовый сайт, то есть в нем вы можете сделать покупку там одной единицы товара, и все будет нормально, вам доставят ее. Но самый главный фактор, по которому отличаются покупки в Китае с Алиэкспресс, это то, что вам нужно обязательно найти посредника. И единственное, что я не могу с вами поделиться посредником, потому что мне абсолютно не понравилось с ним работать, я даже не хочу никому советовать. И я дальше не планирую с ним даже работать, потому что, ну, мягко сказать, он мне не понравился. Мне кажется, что он что-то там косячил с расчетом стоимости доставки, в общем, все это как-то выглядело нечестно, и он мне завысил курс юаня. Ну, короче, ну, первый опыт, он всегда как бы комом, это понятно. Лучше сами поинтересуйтесь, попробуйте сами найти посредника, то есть, если даже это будет плохой опыт, он будет ваш опыт, а не так, что я вам посоветовала кого-то, и вы полностью разочарованы помощью этого посредника. Что еще хочу сказать важное? Как делается доставка из Таобао? То есть, получается, есть определенный у посредника склад, или, может быть, это вообще его квартира, но чаще всего посредники, они этим занимаются прям профессионально, то есть это их бизнес, они арендуют где-то склад или там покупают какое-то помещение, и туда постоянно приходят посылки, и они занимаются тем, что они отправляют в другие страны эти посылки. То есть, это прям такая полноценная работа. Я не знаю, может быть, кто-то там, вы найдете какого-то друга в Китае, который вам будет это отправлять, как бы я считаю, что может быть такой случай, но, насколько я знаю, посредники это прям такие профессионалы, которые прям вот только и занимаются упаковкой этих посылок. Я не советую вам делать заказ, если вы хотите заказать одну какую-то блузку и одни кроссовки, потому что такая доставка не имеет смысла, вам нужно сразу делать какой-то большой заказ. Даже посредники, они сразу рекомендуют делать от какой-то суммы заказа, чтобы вам и нормальный процент ему заплатить, и чтобы у вас как бы и посылка не была маленькая, потому что им невыгодно вообще с этой посылкой возиться, она, скорее всего, еще где-нибудь на границе потеряется, потому что, ну, как бы маленькая посылка, если у вас большая, там более-менее посылка, вот у меня была 4,5 килограмма, ну, как бы это маленькая, ну, в целом сойдет. А так, конечно, там я видела люди по 10 килограмм заказывают, то есть на всю семью по 20 килограмм одежды, ну, то есть это прям такое полноценно одеть несколько членов семьи на какой-то сезон, особенно если осень, как бы, ну, то есть это, да, понятно, что это много весит, там какие-нибудь сапоги те же самые, они там будут весить больше, чем куртка. Если будете делать заказ такой в Китае, делайте большой заказ. Не надо заказывать одну блузку, если вам нужна одна китайская блузка, закажите ее на Алиэкспрессе, не парьтесь. Что же нужно делать для того, чтобы получить этот заказ? Вам нужно будет оставить свои данные для того, чтобы когда посылка уже придет в Россию, то есть там она приходит из сайта, она приходит к китайскому посреднику, затем китайский посредник, он отправляет в вашу страну, Украину, Беларусь, там, Россию, и он это отправляет уже, очень часто это приходит, кстати, на какие-нибудь рынки, там, Южные Ворота или еще какой-нибудь, ну, это, по крайней мере, я про Россию говорю, как в других странах, я не знаю. И вот он приходит на этот рынок, и там у них тоже часто бывают свои какие-то работники, которые есть от этого посредника, и он уже вам отправляет, там, может быть, или по адресу, или вы сами заказываете логистическую компанию, если у вас там прям очень большая посылка, то есть мне просто из этого рынка отправили с помощью СДЭК, и как бы все, мне пришло это там либо в пункт выдачи, либо к тебе приходит курьер, и все, и ты получаешь эту посылку. Важно понимать, что стоимость вашей покупки, какой-то там блузки, футболки, костюма, складывается именно из, как бы, логистики, комиссии по среднику, и потом уже стоимости этого товара, то есть это же не конечная стоимость, то есть вы, как бы, держите у себя в голове, что еще будут какие-то косты, которые будут вам чего-то еще стоить. Я смотрела некоторые позиции, которые я брала, сколько стоят они на Алиэкспрессе, и они стоили, ну, значительно дороже, то есть я понимала, даже с учетом всего, я все равно куплю это дешевле. Поэтому рассчитывайте на сроки, что это придет не раньше, там, через месяц, через полтора, если возникнут какие-то проблемы на границе, то и через два, ну, как бы, есть всегда какие-то жертвы, которые вам приходится отдавать за то, что вы покупаете какую-то одежду дешевле, как бы, вы должны быть к этому готовы, что это не придет вам через неделю, ну, вообще ни в каком случае. Ну, для меня это просто интересный опыт, я вообще люблю заказывать, там, на каких-то сайтах, я люблю ждать этой посылки, потом ты приходишь, все это распаковываешь, не знаю, мне это приносит какое-то удовольствие, поэтому для меня это прям вообще открытый такой, открытый мир вот этих разных посылок, особенно китайских, потому что там значительно дешевле все заказывать. Поэтому мне это интересно. Если вам неинтересно все это долго ждать, вам интереснее пойти там все это потрогать, там, даже не заказывать, а просто приходить в магазин, потому что все-таки надо снимать там свои мерки, ориентироваться по тем размерам, то, что в Китае тоже размеры отличаются, несмотря на то, что они, как бы, экспортом занимаются на российский рынок, но все равно у них есть и, как бы, которые внутренние прям магазины, они прям вот этих маленьких китайцев шьются, а есть все-таки экспортные магазины, которые ориентированы как раз на наши европейские размеры побольше. Поэтому, если вас интересуют размеры побольше, смотрите экспортные магазины. Вообще, я думаю, что есть много пабликов, которые рассказывают там про разную одежду из этих сайтов, поэтому поизучайте, если это вам так интересно, и посмотрите вообще, что там есть за одежда. Ну, а я покажу, что я, собственно, заказала, чтобы вам посмотреть так вообще, что там можно найти для себя, какая есть одежда. Постараюсь там найти все эти ссылки, где я заказывала, чтобы вам тоже все это продемонстрировать. И, соответственно, я покажу стоимости с учетом уже доставки, поэтому будет уже понятно, насколько вам выгодно будет заказывать в Китае или нет. Я вот считаю, что на большую семью заказать в Китае, ну, прям вообще не зазорно, потому что выходит реально дешевле. Там очень часто, я знаю, детскую одежду заказывают в Китае, потому что, как известно, дети слишком быстро растут. То есть один сезон, и ребенку уже нужен другой размер, если не покупать там на вырост. Поэтому многие, я знаю, мамы заказывают в Китае, потому что, ну, как бы одежда, она не отличается по качеству там от какой-нибудь Zara Kids, H&M, который детский одел. Ну, вообще никак. Поэтому почему бы не заказать в Китае, там просто пораньше, там перед сезоном. В общем, я думаю, что вариант вообще такой ни разу не стремный. Итак, первая вещь. Это такая рубашка. Смотрите, ну, здесь прям очень откровенный вырез, потому что рубашка в одном размере. Поэтому я надела топ, и в целом я планирую потом все-таки это с топом носить. То есть можно, конечно, здесь сделать такую подшивку, вот здесь, чтобы держалась. Но мне как-то и комфортнее, что у меня все-таки здесь топ, все в безопасности, все скрыто. Красивая очень рукава. Мне очень понравилась эта рубашка, что она прям такая максимально нарядная. То есть вот просто ты одел эту рубашку, и ты уже как будто выходишь куда-то в свет. То есть явно ты пошел не мусор все-таки выносить. Она очень красивая тема, вот реально как этот, как этот герой из Буратино. Пьеро, пьеро. Просто такое пьеро. Тут еще бан завязывается. Ну, я не знаю. Мне кажется, что блузка просто отпадная. И вот причем эта же блузка, она еще продается на Алиэкспрессе. И стоит она там дороже. Такая рубашка. Но кажется, она прям так очень впритык. И я даже ее ношу сейчас без белья, потому что я понимаю, что если я тут еще одену, будут какие-то чашки, то эти чашки прям дадут объемы, и все, и уже некуда будет. Ну, то есть прям упрется все. Поэтому... Вообще такие вещи я, конечно, очень... Да даже, скорее всего, не ношу никогда в Москве, в городе, потому что такие вещи для меня, по крайней мере. Я реально стесняюсь. Вот всякая, когда открытыми, как-то неловко. И если я еще одна иду, мне прям... Я уверена, что какой-то не очень приятный комплимент я подцеплю, поэтому я прям честно боюсь. Все-таки есть какая-то вот эта боязнь, когда ты одеваешь какие-то откровенные вещи, и ты такой, господи, сейчас я прицеплю себе какую-то историю не очень хорошую. Поэтому я такие вещи всегда оставляю для моря, какого-то курорта, потому что там в целом, конечно, все ходят очень откровенно, такие открытые. Здесь такие вот пуговички на булуски маленькие. И вот еще на рукаве. В целом такая красивая, но это тоже, как считай, топ. Топ на одно плечо. Здесь вот просто такая полоска. Ну, тоже такая вещь, которую ты неоткрыто будешь носить, либо если уже где-то носить, то тоже на море. Ну, в нем, то есть, ничего прям такого нет, но просто он сам по дизайну такой очень интересный и необычный. И это моя самая любимая вещь вообще из этой всей покупки. Это такой трикотажный костюм. Я прям его очень полюбила. Я даже не знаю, мне кажется, минимум за тысяча две его можно здесь в России купить. Он состоит из майки. Она такая широкая, то есть плечи вот такие объемные делаются. И брюки. Ну, то есть, в целом, можно комбинировать эту майку не обязательно с этими брюками. Эти брюки не обязательно с этой майкой. Очень удобный, такой легкий, прям на лето. Широкая штанина. В общем, очень классный костюм. Бомбер белый. Тут вот есть карманы. Ну, такой прям теплый. То есть, не легкий, а тут уплотнитель есть еще внутри. Тоже мне очень нравится эта куртка. И самое классическое трикотажное платье. Я вот сверху подделаю рубашку, потому что, мне кажется, уже совсем неинтересно смотрится трикотажное платье просто, когда оно одно единственное. Потому что оно прям максимально простое. И такая простая форма, конечно, лучше чем-то ее комбинировать, потому что очень скучно выглядит, когда ничего нет. Поэтому вот. Самое обычное вообще, то есть, оно из тебя ничего такого прям не представляет. Похож материал на костюмный материал, черный. Но такое прям легкое на лето. Вот и все, что я хотела рассказать про доставку. То есть, я не стала рассказывать там про регистрацию на Таобао. Вы все это можете найти в других местах. Все это вам могут расписать. Мне не хочется заносствовать, рассказывать какие-то инструкции. Я рассказала прям про личный опыт. Поэтому расскажите, как вам вообще такой способ заказа вещей. Потому что я знаю, что в Китае очень много даже интересных брендов, которые в России просто не найти. И поэтому я думаю, что такой способ тоже покупки одежды, мне кажется, очень даже интересный. Он может быть и непростой, на первый взгляд покажется. Но потом, если вы один раз закажете в Китае, то вам потом не составит уже труда сделать все вот эти шаги, повторить их, которые вы сделали в начале. Поэтому скажите, как вы к этому вообще относитесь. И делали ли вы когда-то заказ именно на китайской площадке с помощью посредника. А еще обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте на всякий случай. И до скорого!